ВИКА Вика, Данила, вы где? Данила? Где Данила? 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 Уху! Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений Создано специальное подразделение Федеральная экспертная служба Новая структура оснащена самым современным оборудованием Которое позволяет проводить любые криминалистические исследования В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний Глава службы Доктор медицинских наук Полковник Галина Рогозина Ее заместитель Майор милиции Николай Круглов Программист и биолог Иван Тихонов Майор спецназа ГРУ Сергей Майский Патологоанатом Валентина Антонова И баллистик-тросолог Лейтенант Татьяна Белая Сегодня им предстоит раскрыть новое дело Валентина Антонова Валентина Антонова Я lucy Иart А я тебе говорю, давай спорить! Успеем мы допить кофе или нет? Давай! 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 Буду я с тобой спорить, не успеем. Успеем. Николай Петрович, чайку. Ребята, не за чая. Найдена повешенная, красивая молодая женщина. Преступник пытался инсценировать самоубийство, но по результатам первичного осмотра стало ясно, что это убийство. Личность погибшей установлена. Это Бессонова Лариса, 27 лет. Тело обнаружила ее соседка, которая Бессонова оставляла ключи, чтобы та присматривала за квартирантами. Квартира принадлежит Бессоновой, но она сдавала ее в аренду. Утром соседка услышала грохот за стеной, вошла и увидела Бессонова, лежащий на полу. На шее у нее была петля и шелковый шарф. Понятно, откуда грохот. Падение тела. Она несколько дней могла пролежать. Вот это все надо выяснить. Дело передает нам, тело уже везут на экспертизу, а нам надо выехать на место происшествия. Не сиди, сына, без дела. Ну что ж, отлично. Успел? Присоединяйся, поедем вместе. А это вот мой сын, Данила. Какое чудо. А это кто? А это мой муж. Очень приятно. А чем вы занимаетесь? Я бизнесом. А он с шашлыками. Ой, малыш, а тебе сколько годиков? Ему четыре. Но он почти не разговаривает. Папашины гены. Смерть наступила вчера. Между одиннадцатью и двенадцатью часами дня. Причина смерти – удушение. На шее обнаружены две стороны агуляционные борозды. Обе соответствуют шарфу, который был обнаружен на шее погибшей. Сначала женщина была задушена, а после наступления смерти ее повесили. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, граждане, извиняюсь за дорожку, дорожку, дорожку. Ну что, соседи, как всегда, ничего не видели, ничего не слышали и ничего не знают. На пульте я обнаружил отпечатки пальцев, не принадлежащие хозяйке квартиры. Так. Интересно? Посмотрели диск с мультиками? Опа. Опечатки пальцев, судя по размерам, принадлежат ребенку. Что там пишет пресса? Да вот смотри, фрагмент следа мужского ботинка. Вот вопрос, как он на газету попал. Элементарно, Ватсон. Наступили. Все странно. Печатки свежие. Если в последнее время здесь был ребенок, куда он делся? Вот это тоже элементарно, Петрович. Его преступник мог вывезти. Тем более, что здесь подъезд проходной. Никто бы ничего не заметил. Слушай, Петрович, а ты случайно ее мобильник не находил? Нет. Вот смотри, какая странность получается. Осматриваю я сумку погибшей. Что я там нахожу? Висконтные карты, в дорогие салоны, в дорогие бутики, абонементы, в дорогие фитнес-клубы. Деньги, паспорт заграничный. Там визы достаточно приличные страны. Одного я там не нахожу. Мобильного телефона. Странно? Странно. При осмотре тела на покрытой лаком ногтевой пластине большого пальца правой руки погибшей обнаружен отпечаток пальца. Предположительно, чужого. Как красиво. Но ведь это очень дорого. ты меня балуешь. Спасибо тебе большое. Мора. Отстань. Ну, солнышко, ну, милый, ну что ты такое? Ну, перестань. Ну, ведь ты и так пользуешься всеми моими финансами безраздельно. И даже электронным кошельком. Да чего ты меня паришь? Мне деньги нужны. Деньги реальные. Ну, милый мой. Ну, солнышко мой. Ну, найду я тебе деньги. Найду, слышишь? Хочешь, прям сейчас в ломбард пойду? Кстати, ну-ка расскажи, что это у тебя за новая знакомая, а? Итак, что у нас есть? Сначала она была задушена. И только потом повешена. Не рожавшая, но беременная. На четвертом месяце. Родственников погибшей нашли? Только мать нашли. Но она про дочку ничего толком не знает. Говорит только, что мужчин у нее было много. Что вертела она ими, как хотела. А кто такие, не знает. Я проверил фитнес-клуб и салон красоты, который посещал погибшей, но судя по карточкам из спортмоне. Там ее помнят. Все в один голос говорят красивая и ухоженная женщина без материальных проблем. Чем занималась, где и с кем жила, никто не знает. Женщина без определенных занятий и без прошлого. Ну, уже и без будущего. По результатам экспертизы могу вам сообщить, что преступник находился за спиной погибшей. ее рост составляет 163 сантиметра. По направлению и углу стран галлюционной борозды вычисляем рост преступника. И он составляет около 178-182 сантиметров. Между прочим, это достаточно физически крепкий мужчина. Такой, как ты. Телефон мы так и не нашли. А телефон-то у нее должен быть. Вот сейчас был Озеров. Выясняет, оформляла она сим-карту или не оформляла. Да как ты смеешься на меня кричать? Как ты, старая кошелка, смеешь унижать меня перед сыном? Идиот, отпусти меня! Жалко! Ничтожество, дебил! Ах ты! Ненавижу. Какая же ты змея. Ненавижу. Ничего там. Так, на Бессонову зарегистрировано два номера. Один заблокирован. Второй активен. За последние дни с него было отправлено несколько сообщений. Найден и тот же номер. Последнее сообщение отправлено полчаса назад. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Погоди секунду. Бессонова мертва. То есть она мертва, а с ее телефона идут смски? У тебя пеллинг есть? Минуточку. Есть. Привет, Валюша. Здравствуй, Николай Петрович. Скажи, а мы сможем провести экспертизу по восстановлению отцовства ребенка Ларисы Бессоновой? Ее совкус. На четвертом месяце беременности это возможно. Образец ДНК ребенка у меня есть, но только, насколько я понимаю, претендента на роль отца пока еще нет. Возможно, будут. Слушай, ты с этим своим пеллингом? Ну так я его видеть должен, значит, да? Идет прямо. Метров 200 перед тобой, сворачивает направо. Котов, идешь прямо ему навстречу. Так, есть контакт. Спокойно. Расстояние не больше трех метров. И ты видел его раньше? Да, но это довольно новый фильм. Конечно. Да, и что ты делаешь в следующей неделе? Извините, я тебя позже. Вам что надо? Простите, мне нужно вам несколько вопросов задать. Во-первых, здравствуйте. А во-вторых, это ваш телефон? Ну, типа того. И номер, наверное, можете мне продиктовать сейчас, если запишу. Блин, нашел я его. Где, когда нашли? Ну, я минут сорок ходил в магазин и бычок в урну выбрасываю. Смотрю, там телефон лежит вроде рабочий. Ну, думаю, круто я бычок выбросила. Прикольно. И много ты с него назвонил? Да нет, я один раз звонил подруге в Канаду и все. А что такое? Он ворованный? Ну, да-да, типа того, ворованный. Хозяйку его убили. Это не я. Проверим. Несколько недавних зацепок на шарфе, вероятно, оставлены преступникам во время удушения. Материал натуральный шелк. Ткань не изношена. В углу шарфа подпись художника. Ли Вадный. Парень нашел телефон в урне. Кто его выбросил, он, естественно, не знает. Ну, сняли отпечатки пальцев. Сейчас проверяем. Вообще, он целый день находился в школе. Алиби. Алиби. Но пока что у нас, кроме изъятого телефона, никаких результатов. Возможно, Белозеров найдет что-нибудь интересное в самом аппарате. Распечатку исходящих, входящих с номера Бессоновой он уже сделал. СМСки с номера Бессоновой после ее смерти шли на номер некоего Алексея Баринова. Раньше Баринов ей регулярно звонил. Тань, смотри. Шарф работы дизайнера Дмитрия Левадного был заказан в интернет-магазине за день убийства. Доставлен в квартиру Бессонова вместе с дюжиной роз в день, когда ее убили. Заказчик сама Лариса Бессонова. Оплата произведена с электронного кошелька. Значит, оружие убийства не поможет нам выйти на преступника. Значит, не поможет. Я дико извиняюсь, вы не подскажете. Дача Алексея Баринова. Где здесь находится? Вот дача-то. Не повезло человеку. В три дня жены и сына лишился. А сыном что? На болоте утонул. Даже тела не нашли. А Вика два дня в успокоительных уколах была. Но с горя совсем разума лишилась. На всю улицу кричала «Без сына жить не буду». Так и произошло. Повесилась. Повесилась? Когда это было? Вчера ночью. Вообще, Вика очень нервной мамашей была. Поехали, поехали, поехали. И теперь давай сам. Солнышко мое! Солнышко мое, тебе больно? Скажи маме. Скажи маме, где больно? Ну скажи мамочке. Что ты стоишь? Иди за аптечкой. И телефон неси, можешь с врача вызвать надо. Ты что, обалдела? Какого врача? Ну грохнулся мальчишка с велика. Что такого? Или мы каждый раз будем светил мировой науке вызывать, чтобы коленку йодом смазать? Если надо, вызовем. Я запрещаю тебе приносить в дом опасные игрушки. Вика, с твоим воспитанием он вырастет бабой, а не мужиком. Одного? Идиота тупого. На дом достаточно. Это мой ребенок и не трошу его. Вика богатенькой была, а Леша у нее шофером был до свадьбы. Ну, простой, молодой, не пьющий, домовитый. На экспрессизу представлен отпечаток пальца, обнаруженный на пульте от телевизора в квартире погибшей Бессоновой. И отпечаток пальца, обнаруженный на ее ногтевой пластине. Отпечатки принадлежат одному человеку, предположительно мужчине. Таня, ты проверила отпечатки пальцев подростка, нашедшего телефон? Да, на аппарате только его отпечатки, свежие. Никаких других следов нет. Ни один из отпечатков из квартиры погибшей не совпадает с его отпечатками. Алексей Баринов, если я не ошибаюсь. Чего надо? Ну, во-первых, здравствуйте. А во-вторых, капитан Котов, федеральная экспертная служба. И у меня к вам будет несколько вопросов. Вчера в своей квартире задушили Ларису Бессонову. Ларису задушили? Ну, этого не может быть. А я так понимаю, у вас с ней были какие-то отношения? Нет, я ее не знал. Я перепутал. У меня есть знакомая Лариса, но не Бессонова. Послушайте, Алексей, вы звонили ей на мобильный телефон. Я не знаю, не скажу, может, жена? Ну, да-да-да, конечно, жена. А жена повесилась. Да, повесилась вчера ночью. Вот что, Баринов, собирайтесь, вещи приводите себя в порядок к нам на дознание. Ну, что вы стоите, давайте, давайте. Я унесу тебя на край света. Мне семья куда хочешь, я до пятницы свободна. А в четверг у Вики день рождения. Черт, ну почему у меня нет своих денег? Почему я не могу просто уйти от этой железной бабы? Слушай, мне домой пора. Когда ты меня оставляешь одну, знаешь, у меня сразу начинает болеть вот здесь. Мне так плохо. Не оставляй меня. А ну, посмотри на меня. Что, за баранку хочешь вернуться? Учти, задумаешь разводиться, с ребенком больше не увидишься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Не надо от меня бегать. На газете следы яблочного сока. По-видимому, он был разлет на полу. Сначала убийца наступил в него, а потом уже на газету. А потом кто-то ее выбросил в мусорное ведро. Возможно, что он сам. Запускаю программу обработки. Давай. Мы запросили дело по суициду у жены Баринова. Там какая-то странная история. Сын утонул, жена повесилась. Ее труп уже везут к нам, а местные вскрытие провести не успели. Патологоанатом сломал руку. Так что я сама этим займусь. Только руки обереги. А вообще-то убийство и самоубийство в одну ночь, как-то это подозрительно, нет? Подозрительно. Смотри, что у нас получается. У Баринова погиб сын, а в квартире Бессоновой последние несколько дней находился неизвестный ребенок. У нас есть материал для сравнительной экспертизы двух этих детей. А, да. Вот. Плюшевый мишка Данила Баринова. Подойдет? Думаю, да. Мне придется съездить еще раз на дачу и осмотреть место происшествия по суициду матери ребенка. Отпечаток, обнаруженный в квартире убитой Ларисы Бессоновой, мог быть оставлен Алексеем Бариновым. Рост телосложения и подозреваемого также соответствует параметрам предполагаемого убийцы. Это еще зачем? Погибшая Лариса Бессонова была на четвертом месяце беременности. Впрочем, вам, наверное, это не интересно. Вы же с ней были незнакомы. Но если отец ребенка вы... Ну что, у врача-то был? Был. И? Насчет этого самого... Ну, женщину удовлетворить смогу, а детей у меня больше не будет. Ну, детей мне уже по возрасту рожать не рекомендуется. А насчет этого самого... Я не знаю. Ставь ты меня. Ну, давайте начнем сначала. Итак, что вы делали позавчера днем? Дома был. Один. Пил. А между тем, ваши следы были обнаружены в квартире Ларисы Бессоновой. И как раз оставили вы их незадолго до того, как она умерла. В какой еще квартире? Милаяновская, 7. Квартира 32. Однокомнатная. Я не знаю такой квартиры. Никогда там не был. И никакой Ларисы Бессоновой я не знаю. Лариса? Зачем? Зачем тебе столько снотворного? Вы стали так редко видеться. Лариса, Вика контролирует каждый мой шаг. Любимый. Леша. Леша, я не могу без тебя, ты понимаешь? Я не могу спокойно уснуть ночью. Я... Солнышка. Я не могу тебя делить с другой женщиной. Понимаешь? Я что-нибудь придумаю. Я придумаю. Я клянусь тебе. Ты не сходи, ты с ума. Какое твое дело? Мой сын. Моего сына нет. Да я сдохну. Я сдохну без него. Убирайся. Убирайся с нами. Уходи! Белозиров нашел распечатки исходящих с телефона Баринова номер небольшой частной гостиницы. Он звонил туда постоянно. Я туда съездил с фотографиями Бессонова и Баринова. Их опознали. Я уверен, они были любовниками. Вот красавица. Вот ведь красавица. А мне все говорит. Не знаю, говорит, никакой Бессонов. Не знаю. Слушай, надо было попробовать взять его ну просто на дешевый порт. Скажи, какие результаты по анализу ДНК Баринова? Минуточку. Нет, Баринов не был отцом ребенка Бессоновой. А что с ребенком, который находился в квартире погибшей? Заканчиваю анализ. Так, есть результат. Слушайте, отпустите меня. Ну я ни в чем не виноват. Я не убивал эту вашу Ларису. Да, 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 да. Вы ее даже не знали. Не знал. Послушайте, Баринов. Давайте по порядку разбираться. Вы звонили ей на мобильный телефон? Звонили. В гостинице, в которой вы свидание назначали. Вас опознали? Молчите. Опознали. Вы с ней были любовниками. Но при этом почему-то всячески пытаетесь этот факт отмести. Может вам рассказать, как вы ее убили? Да не убивал я ее. И в квартире я в этой никогда не был. Слушай, у меня тот же самый результат, что у тебя по ДНК. В квартире Ларисы был Данила Баринов. Значит, он не утонул? Значит, вот здесь она и повесилась. Да, мы с Ларисой любили друг друга. Но я ее не убивал. Я любил ее. Я любил ее, понимаете? Сядьте. Сядьте, и не надо здесь орать. Я все понимаю. Хорошо, вы ее любили. Ну, теперь вы меня отпустите. Да, я изменял жене, но какой мне резон убивать любимую женщину? Послушайте, Алексей, объясните мне один факт. Как в квартире Ларисы Бессоновой оказались отпечатки пальцев вашего сына? Мой сын погиб. Утонул в болоте. Черт возьми, да какое вам до этого дело? Я ни в чем не виноват. Исследуется образец почвы Собови Ларисы Бессоновой и сопоставляется с образцом почвы болотистой местности, где предположительно утонул Данила Баринов. В обоих образцах обнаружены идентичные споры Мхасфагнум. Судя по степени засыхания спора, Лариса Бессонова могла находиться на этом же болоте в день предположительной гибели ребенка. Да, у меня погиб ребенок. Даже тело его не нашли. Болото. Большая глубина. В трясине никто не может вести поисковые работы. От горя о потере сына жена повесилась. А теперь вот Любимую женщину убили. Что вы от меня хотите? Правды, Баринов, правды. Думаю, что ваш ребенок все-таки жив. Именно вы забрали его из квартиры Ларисы после того, как убили ее. А вот зачем вы это сделали? И что делал ваш ребенок в этой квартире? Вот это вы мне сейчас здесь расскажете, а я запишу. Данилка, выключай телевизор. А тетя Лариса пошла спать. А мы с тобой пойдем гулять. Добрый день, барашни. Здравствуйте. По Виктории Бариновой есть что-нибудь? Я закончила анализ отпечатков пальцев, обнаруженных на поверхностях детского спортивного комплекса. Именно на нем повесилась Баринова. Там есть отпечатки Данилы и Алексея Бариновых. Отпечатков пальцев самой Вики нет. Даниса, да не схватившись ни за что руками, она не могла. По результатам вскрытия Виктории Бариновой полное соответствие картины самоубийства. Но в ее крови я обнаружила следы алкоголя и транквилизаторов. Причем алпразелам в незначительном количестве, а вот диазепама очень много. Я бы даже сказала максимально допустимый уровень. Так что, получив такую дозу психотропных препаратов, человек лишается воли. Спи, спи, любимая. Все будет хорошо. В праве вашей жены Баринов обнаружено огромное количество транквилизаторов. Так что повеситься сама она не могла. Вы думали, что столь тщательно инсценированное самоубийство никто не будет расследовать? Вы ошиблись, Баринов. Вскрытие самоубийцам проводят всегда. Почему, черт возьми, не могла? Стой, 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 кому я сказал, куда ты идешь? Мой мальчик, где мой мальчик? Я его потеряла? Я должна его найти. Вика, Данила утонул, утонул в болоте. Ему там плохо. Я пойду туда, я достану. Я его достану. Ну, хватит уже. Облегчите душ. Вам легче станет. А? Будете рассказывать? На Вике я женился семь лет назад. По расчету. Она мне нравилась. Была богатая. И сына родила. Но Лариса... Лариса изменила все. Я как будто с ума сошел. Развестись с женой я не мог. Кроме денег она бы отняла у меня ребенка. Этого я не могу перенести. Я не вижу выхода. Самоубийство. Твоя жена очень сильно любит сына. Так? А если ее убедить в том, что твой сын погиб? Я имею в виду инсценироваться. Никто не усомнится в том, что она сама на себя наложила руки. В воскресенье мы пошли в лес. За грибами, ягодами. Маршрут я разведал заранее. Вика увлеклась. Она была уверена, что я слежу за ребенком. Ну, я как бы тоже увлекся и как бы думал, что Данила находится рядом с ней. На самом деле я все подготовил, чтобы разыграть спектакль «Смерть сына». Если бы его стали искать с собаками, его след обрывался бы на том самом месте. Возле болота. Поиграем в разведчиков? Поживешь пару дней у тети Ларисы? Тебе там будет весело. Обещаю. Все будет хорошо. Все было просчитано. И постановка удалась. Вика билась в истерике. Ее обкалывали транквилизаторами. Мне осталось только дать еще одну таблетку для надежности. И просунуть ее голову в петлю. А зачем надо было Ларису Бессонову убивать? Вся информация с памяти телефона Бессонова была удалена. Но на нем был установлен съемный накопитель. Съемная карта. Если телефон был автоматически настроен на копированный данных на флешку, то можно их восстановить. А что нам это дает? Входящий-сходящий мы уже давно вычислили. Сергей, помнишь телефонный номер, который ты нашел в исходящих звонках Баринова за последние дни? Побеседовал я с этим бизнесменом. Ляхов – давний конкурент Виктории Бариновой. А вчера наш подозреваемый приходил к нему и просил денег. Огромную сумму. 50 миллионов рублей. Сказал, что после вступления права на следство передаст ему весь бизнес жены. Зачем вам такие деньги? Есть приличная сумма. Ну вот, все готово. Завтра Алексей начинает действовать. Он, конечно, хорош. Если он убивает свою жену, он, естественно, не пойдет в ментовку рассказывать про похищение сына, который еще и умер. Если мы просто похитим ребенка, это его бизнес-леди, естественно, никаких денег не отдаст. Да еще и все спецслужбы поднимет на уши. Какой же ты у меня все-таки умный? Только как бы вот, дорогуша, ты меня не кинула бы, а? Признайся, есть соблазн уйти замуж за богатого вдовца? Что? Как ты вообще так можешь говорить? Я сообщил Ларисе, что наш план удался. А после этого ее телефон перестал отвечать. На следующий день я получил сообщение с требованием выкупа. Огромной суммы. Я не мог поверить, что Лариса предала меня. И тогда, чтобы не отдавать деньги, вы ее убили, а ребенка забрали. Да нет же. Я же все вам рассказал. Я убил жену. Впрочем, пусть. Пусть будет, что и Ларису тоже убил. Я подпишу все, что угодно. Только помогите. Помогите мне спасти сына. Он находится у шантажиста. Завтра я должен заплатить выкуп, а у меня даже денег еще нет. Ну, умоляю вас, ну, помогите спасти сына. Да замолчишь ты или нет? Хочешь жить? Топай молчи. В архиве телефона Бессоновой обнаружено СМС любовного содержания. Притом, этот второй номер зарегистрирован на саму Ларису Бессонову. Сейчас номер заблокирован. Похоже, Баринова был не единственным ее любовником. Был кто-то, кого она любила намного больше. Че встал? Че тебе надо? Тебе где сказали сидеть? Тебе сказали не дышать, не двигаться. Твою мать. Ты тут садца еще будешь, да? Ну-ка давай вытирай! Вытирай, сказал, с собой! Захват это хорошо, захваты я люблю. Только вот смотри, какая вещь. На время проведения операции Баринова-то придется отпускать, потому что шантажист может знать его в лицо. Значит, на контакт с подставной фигурой он не пойдет. И вот тут-то нам надо этого Баринова под таким жестким контролем держать. Ну, ты понимаешь. Ну-ка давай вытирай! Вытирай! С собой вытирай! С собой! Вот, вот! Понял меня, сынок? Так, есть. Вот, я сделал копию сим-карты Баринова. Теперь все входящие на его номер будут поступать и на вашу. Хорошо. Молодец. Так, все, кукла готова. Датчик внутри. Ребят, удачи. Спасибо. Подходишь к углу Тарасовской, Чистоозерской, ждешь инструкции. Если не отдашь деньги, пристрелю пацана. Серега, давай пилинг. Есть пилинг. Ах ты! Отключил телефон. Пишите адрес. Деньги. Где мой сын? Деньги! Пока я не увижу сына живым, денег ты, урод, не получишь! Ты так думаешь? Стоять! Догоните этого гада. Мой сын! Слава богу, живой. Руки! Руки за спину. Бегать любишь? Добегался. Сядешь? Надолго. Ну ты все, сейчас домой поедешь. Все у нас будет. Данила! Все у нас будет. Данька. Алексей, вы только далеко не уходите. Вы все-таки под следствием. Вы подозреваетесь в похищении ребенка с целью выкупа и умышленном убийстве Ларисы Бессоновой. Если вы не готовы к чистосердечному признанию, я сам расскажу, как вы совершили преступление. Давайте я помогу. Убив Ларису, вы забрали ребенка из квартиры и стали требовать выкуп у Баринова. Одно мне непонятно. Зачем вы ее убили? Да эта дура запросто могла меня кинуть. Вышла бы замуж за своего богатенького вдовца. А мне что? Я так красиво все придумал. После этого остаться на бабах, по глазам Лариски было видно. Предаст, тварь. Вы себе судите. В колонии вы поймете, любящих женщин надо ценить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok